А знаете ли вы, что самый длинный список подарков был у Сталина на его 70-летие? Этот список печатался в советских газетах с 49 по 1953 годы. А в частности, Сталину был подарен телефон от рабочих из авиамастерской города Лотц, Польша. Телефон сделан в форме земного шара, а трубка в виде молота. Рычаг трубки в виде серпа. Вот мы его с вами и наблюдаем. Интересный, хороший подарок. Всем привет, добро пожаловать на канал Книга Копа. Сегодня в центре моего внимания очень интересная приколюха. Называется она Google Books Ingram Viewer. И что же оно из себя представляет? Для тех, кто не знает, кому интересно, есть слова, которые нам с вами встречаются. И мы часто задаем себе вопрос, сколько ими пользуются лет, времени и так далее. Так вот, данный сайт, данная страничка, она вам поможет на некоторые вопросы ответить. Почему? Потому что здесь собрано очень много анализаторской, скажем так, создан анализаторский алгоритм. Алгоритм книг, газет, статей, чего вы хотите, чего угодно. Соответственно, они здесь на основе этой информации делают анализ. Как часто где-либо упоминалось то или иное слово в книге, летописи, литературе, газете и прочее, прочее, прочее. Вот, например, у меня здесь стоит слово Светлана. Кстати, не просто так могу вам сказать. Вот, посмотрите, слово Светлана, да? До этого, видите, по нулям. Все, все по нулям. Абсолютно. Хоп-хоп. 0-0-0-0-0. Возникает вопрос, а что это? Почему это? Мало кто знает, друзья мои, что слово Светлана было придумано впервые и использовано Востоковым в старинном романсе Светлана и Мстислав в 1802 году. И вот это женское русское личное имя и так далее, то-то-то и прочее. Так вот, очень интересно. А потом, соответственно, это, конечно, имя приобретает интересное, как это, такое модное значение, в частности, допустим, в России. А почему? Потому что у товарища Сталина доченька Светлана. Вот, пожалуйста, просим любить и жаловать. Вот как-то так, вбиваем абсолютно любое слово, которое вас интересует, и вы можете спокойно, например, допустим, давайте автомобиль. Авто, автомобиль. Вбиваем и смотрим, понимаем, что автомобили, в принципе-то, в 20 веке были, да? Появились. Хопаньки. Интересно. Интересно. Аббревиатурка-то была, это где-то упоминалось автомобиль. Автомобиль. Ну, вот что логично, да? Смотрите, да? Рубеж 891, 92, по нулям, и понеслась. 895 год. Авто, 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 авто. Все, это имя начинает использоваться и употребляться в огромных масштабах. Так, здесь, допустим, ну, я знаю, 50. Что у нас там, 50? 50 разных языков мира. Так, автомобиль, автомобиль. Ну, вот, мы видим алгоритм. Допустим, робот. Робот. Слово робот. Смотрим робот. Так. И обращаем ваше внимание, что слово робот появляется где-то вот в начале, даже в конце 18 века. И вот понеслась 19 век, 20, 20. Вот сейчас это очень часто используемое слово. Очень много, больше всего, по крайней мере. Вот как-то так. Очень интересно, очень занимательно. Любое слово вы можете проверить. И дальше, конечно, нужно обращать внимание, где, кто первый был и когда это слово было использовано. Потому что многие задаются этими вопросами. Ну что, пора на них отвечать. Ссылочка будет на этот сайт под видео, на сайте книгокоп.рф. Да, и кстати, вы в курсе или нет, что в 18 веке стоматологи использовали для пломбирования зубов не что-нибудь, а резину. Вот как-то так. Кому понравилось видео, палец вверх. Подписываемся на канал. Я буду продолжать дальнейший книгокоп. Помогу, чем могу. Спасибо за то, что смотрели. И, в общем, пока-пока.